Люди путешествуют по земле столько, сколько существуют на ней. Кажется уже практически невозможным придумать новый, никем еще не пройденный маршрут. И уж совсем как нелепость воспринимается большинством, когда наш современник заявляет, что он совершает первое в истории путешествие вокруг земли. Однако именно такой проект вот уже более 9 лет осуществляет художник, искусствовед из Санкт-Петербурга Владислав Кетов. Я выехал на Западе, в Польшу выехал, а въехал я через 6 лет ровно на Дальнем Востоке. То есть я вообще очень распространенный маршрут к тому времени совершил из Ленинграда во Владивосток, только я поехал не по прямой, а по периметру континентов. То есть я для этого объехал Европу по контуру, Африку и Азию южно-юго-восточную. Вот и все. То есть можно действительно ваше путешествие назвать путешествием вокруг земли? Да, это действительно так. И более того, я именно так везде и объясняю, что это не очередная кругосветка, которых действительно уже тысячи, сотни точно. Все, кому не лень, уже съездили, слетали, сплавали вокруг света. А вот вокруг земли, в буквальном смысле этого слова, то есть вокруг суши, никто никогда ни на чем, не только не путешествовал, но даже, насколько мне интересно, не предлагалось. Ну это, я думаю, связано с чисто психологическими причинами. То есть человек не видит то, что у всех перед глазами. Это контур у всех перед глазами с детства. А люди пытаются... Контур суши, да? Контур, да, континентов. То есть у меня в 83-м году это появилась идея. Из простого вопроса, что будет, если выйти на берег моря-океана, так сказать, и двинуться вперед, вариантов всего два. То есть туда или сюда, море справа или море слева. Сколько я вырос в стране с правосторонним движением, то я, естественно, выбрал сразу вариант моря справа, представил себе эту картинку, она на всех моих схемах есть. То есть контур старого света, то есть Евразия с Африкой, контур нового света обеих Америк. И чуть с велосипед не упал, поскольку оказалось, что можно обойти, двигаясь просто вдоль берега, всю сушу, кроме Австралии, Антарктиды и островов, не пересекая морей и океанов. Наиболее запоминающаяся за все уже вот эти версты, километры пути, которые остались за плечами. Давайте так, опасность, когда вы ощущали? Вот когда вам было страшно? Было такой момент? Я не помню, чтобы не было страшно, действительно. Было опасно, ну, конечно, было столько времени, столько стран, только войн где-то, что к семь я проехал, и пустынь, примерно. Семь войн? Ну, да. Начиная с Югославии осенью 92-го года и кончая. Я Колумбию. Вы попали в Югославию как раз, когда там шла. Да, в самый, так сказать, разгар. В общем, очень неприятное впечатление, тяжелое впечатление. Лучше, конечно, не попадать в такие места и в такие районы, если, так сказать, это не требуется, по зарезу, по условиям, так сказать, то лучше их объезжать, обходить, облетать и так далее. Это правило номер раз. Но уж если вас, так сказать, угораздило, залезть в такие места, практически советы вот здесь. Во-первых, основная опасность для двигающихся, если человек, это мины. О минах нужно помнить постоянно. И основной рецепт простой, как крепость. С асфальта ни шагу. В Африке конкретно, вообще в развивающих странах, когда, так сказать, ну вот в военных зонах, когда, если меня задерживали, там, военные, вояки, так сказать, ну, задача была добраться до старшего офицера, так сказать. Как минимум, чтобы майор был. Ну, лучше, если это будет, хотя бы, подполковник. Поскольку старшие офицеры там в подавляющем большинстве по-русски достаточно хорошо понимают и говорят, что все учились у нас. На фланшке это эмблема проекта, это мой, так сказать, оригинальный дизайн. Я ей очень, так сказать, горжусь, почти так же, как идеи проекта. Это эмблема этического экологического движения, EDEM, то есть сокращение этического экологического движения по-русски, то же самое по-английски, ethical environmental movement. А рисунок эмблемы, это не четыре колечка, как большинству кажется, с первого взгляда. Это два сердца переплетенных, если вы смотритесь, зеленое и голубое. Два сердца. То есть я убежден, что если человечество хочет выжить, хочет сохраниться и развиваться, то руководствоваться надо в организации нашей жизни не политическими, которые, кроме как гибель, ни к чему привести не могут по определению, а этическими принципами и экологическими. И, значит, что же, вы заканчиваете вот в Канаде, да? Место финишной точки, может быть, мы вас там будем встречать, кто знает. Финишная точка простая, там, где заканчивается дорога. То есть по предварительным просмотрам карты, все это в районе реки Святого Лаврентия. Скорее всего, на том, на северном берегу. Но где конкретно, это подъеду ближе, хорошие карты найду, подробные данные местности. Дай выясню. Еще один некорректный вопрос, но за это последний. Насколько в день вы живете? Ой, это не то, чтобы некорректный вопрос, это вопрос неконкретный. Потому что это все очень сильно разнится в зависимости от моей, так скажем, ситуации конкретной, от страны, в которой я нахожусь, от места, от многих условий. Я могу сказать следующее, что, допустим, Европу, Африку, то есть около четырех лет, даже чуть больше, я проехал, у меня вообще не было постоянной поддержки, да вообще практически никакой. Один раз хороший человек в Афинах помог очень. Вот, разовая такая поддержка была, и все. И там, ну, сейчас мне трудно точно сказать, но, допустим, на несколько десятков долларов я мог проехать несколько стран. На несколько десятков долларов? Да. Вот. Позднее, уже после Африки, когда одна из наших компаний небольших стала меня поддерживать, мы сходили, я так прикинул, из минимума, так сказать, что 20 долларов в день. В общем, мне этого хватало, так сказать, до самого последнего времени. Но вот когда я въехал в Штаты, это перестало хватать категорически и очень сильно. Несмотря на то, что Владислав уже на финишной прямой, проблем впереди еще много. Да и милей, в общем-то, немало. Но, как говорит сам путешественник, человеческая солидарность – вот то главное, что позволяет ему надеяться не только на полное, но и успешное завершение проекта. Субтитры сделал DimaTorzok